Раф, он говорит здесь об искусстве, таком очень-очень тонком. Когда он говорит, что человек должен на определенном этапе перейти от правой к левой, иначе у нас тонется лолишма, он должен почувствовать, что лолишма недостаточно. Он недостаточно прийти к лолишма, но он говорит, что те, которые не обладают этой работой, то есть должны преодолеть это желание, им нельзя идти к левой линии, потому что левая линия — это опасность, что он войдёт в отчаяние и оставит этот путь и так далее. Так откуда у человека есть знание того, что он способен идти, и ещё мера того, насколько он может идти в левую линию? Каждый способен. Каждый способен выдать усилия, чтобы прийти к цели дворения, к средней линии и определить себя в этом. Так человек должен сказать себе, каждый способен. И это нормально, что он из левой упадёт в отчаяние и потом снова встанет? В левой нельзя продвигаться. Конечно, он упадёт из левой в отчаяние. А мы стараемся быть как можно больше и больше вправой. Стараться быть всё время вправо — это понятно. Это основа. Но он говорит здесь, что есть этап, когда человек должен заняться левой или согласно тому, что полчаса в день, или согласно решению, как он сам решил, неделю или месяц, полчаса. Человек должен сам принять решение. И тогда он говорит, что нужно очень быть осторожным с этим, что если думают, что они могут преодолеть своих желаний, нельзя им идти в левую линию. Откуда человек знает, он может преодолеть свои желания или нет? В зависимости от окружения. Потому что в нём нет силы удерживать себя в правильном виде. Но вокруг него есть группа, товарищи, которые могут удерживать его. А он их, и речь идёт о групповом постижении. То есть, насколько есть ощущение, что надёжное окружение даёт уверенность, также можно в определённой степени проверять, быть с критикой. ink', пуды, 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 пуды. Субтитры создавал DimaTorzok